Казахскую музыку могут номинировать на премию Грэмми. Еще один наш соотечественник Арай Айдархан стал участником китайского конкурса, на котором исполняют народные песни. По его итогам три композиции, набравшие наибольшее количество голосов, станут номинантами на награду Американской Академии Звукозаписи. Наш корреспондент поговорил с музыкантами. Казахстанцы продолжают раскрывать свои таланты китайскому зрителю. Пока Димаш Кудайбергенов удивляет слушателей своим голосом на конкурсе «Я певец», еще один исполнитель из Казахстана Арай Айдархан покоряет зрителей программы «Голос природы». Конкурс народных и фолк-музыкантов транслируется по спутниковым телеканалам «Фудзянь». В четвертом туре Арай исполнил произведение «Шаман вызывает дождь». Выступить молодому певцу помогла известная казахстанская этногруппа «Раксанаки». Ее участники специально приехали из Алматы, чтобы поддержать своего соотечественника. У Асана Хайгэ, Бухар Жирау, есть много стихов, наставлений. Мы представили зрителям музыку в стиле рок-н-ролл, при этом вложив в них народную мудрость, которая содержится в этих произведениях. Участники «Голоса природы» исполнят около 50 народных произведений. Три лучшие песни пополнят список номинантов американской музыкальной награды Грэмми. Китайский зритель выберет их посредством голосования. Арай Дархан уже исполнил произведения «Самалтау», «Аже» и «Терьме», завоевав голоса поклонников. А местные артисты признаются, казахстанские таланты набирают популярность в Поднебесной. Казахстанские певцы становятся все популярнее и в Китае. Это хорошая возможность для популяризации народного искусства. Я очень рада возможности участвовать в одном конкурсе вместе с таким талантливым музыкантом, как Арай. Имя Арай Айдархан широко известно в Китае. Он уже принимал участие в музыкальных конкурсах и не раз был в числе призеров. В 2013 году Арай вошел в пятерку лучших исполнителей программы «Ченнис Айдал».